Дураки и дороги Дураки и дороги – две основополагающие проблемы нашего государства и неиссякаемый источник шуток и анекдотов. Если по первому пункту все и так понятно, сами виноваты, то по второму возникают вопросы. Дураки за дорогу платят. И где она? Недавно проведенный в Рязани опрос показал, что качеством дорожного покрытия в нашем городе недовольны 79% респондентов. Любопытно знать, кто относится к 21% довольных. Ежегодно на ремонт асфальта в нашем регионе выделяются миллиарды рублей. Но, как правило, обновка не выдерживает и сезона. При этом к подрядчику-дорожнику претензий у заказчика, как правило, не возникает. Ямы настолько глубокие, что не приходится сомневаться в том, что многие аварии, особенно на периферии, происходят по их вине. Тут уж никто не застрахован. Ремонт асфальтового покрытия, городских дорог, дирекция благоустройства города осуществляет ежедневно, круглогодично. За сутки теперь будет ремонтироваться или ремонт производится на площади примерно 200-250 квадратных метров. Многие автомобилисты сетуют на шуточное предположение о негласной договоренности исполнителей ремонтных работ и владельцев шиномонтажных сервисов. Смешного в этом, конечно, мало. До середины лета, пока дорожники не окончат работу по ямочному ремонту, управление автомобилем в городах, и что весьма опасно на трассах, больше будет напоминать игру в пятнашки. И такая история повторяется ежегодно. Очень отрицательно отношусь к дорогам. Очень плохие дороги у нас на Новоселов, Зубково. Прям отмечу вот эти дороги, надо к ним отнесись очень серьезно. Убиваются машины. Чем ближе к весне, к лету разбиваются постоянно? Дороги у нас не очень. Подвеску всю перебирать надо после этих дорог. А где-нибудь конкретно можете выделить пустая? Это вообще опасно? Опасно. Местами такие глубокие ямы, что просто невозможно ездить. Очень ужасное состояние наших дорог, особенно на улице Новоселов. Проехать просто невозможно, особенно в районе торгового центра Алина. Ну, я просто проживаю в данном районе, постоянно здесь езжу, и именно здесь мне очень не нравятся дороги. Также советская армия, улица Зубковой. Проехать просто невозможно. И доколе мы будем вынуждены наблюдать такую картину? Вопрос, конечно, риторический. Разглагольство здесь можно долго и упорно. Хотелось бы взглянуть на цифры. С начала 15-го года в Рязани выполнены работы по заделке аварийных выбоин литым асфальтом на общей площади почти 3000 квадратных метров. С 17-го марта начался ямочный ремонт горячим асфальтобетоном. В первую очередь на дорогах с интенсивным движением, по которым проходят маршруты общественного транспорта. Одновременно проводятся обследования дорог, на которые распространяются гарантийные обязательства. Финансирование на ремонт дорог по сравнению с 2014 годом не уменьшилось и составляет около 300 миллионов рублей. Средства выделены из регионального и городского бюджета. На некоторых участках городских дорог, где выполнение ямочного ремонта мира неэффективное, в связи со значительным разрушением асфальтного покрытия, запланирован ремонт с его полной заменой на сплошных участках общей площадью 12 400 квадратных метров. Также планируется капитальный ремонт на 23 участках уличной дорожной сети города общей протяженностью почти 17 километров. Продолжается программа ремонта дворовых территорий и проездов к ним в этом году. На эти цели запланировано 20 миллионов рублей. Не вдаваясь в подробности, становится видно – цена одного квадратного метра асфальта равняется стоимости золотой монеты. Очередность формируется, исходя из целесообразности. Целесообразность, в свою очередь, определяется движением транспортных средств общего пользования. Ремонтируются улицы, соответственно, будут сначала центральные, а потом пойдем к периферии. Люди едут на работу на машинах, возвращаются с работы на машинах, и когда они проезжают по всем этим колдобинам, то, конечно, у них это не вызывает хорошего настроения. На прошлой неделе состоялось расширенное заседание правительства, на котором Олег Ковалев заявил, что во всех муниципальных образованиях региона, включая областной центр, необходимо активизировать работу по благоустройству территории и ремонту дорог. Губернатор отметил, что с наступлением благоприятной погоды необходимо заняться срочным ремонтом дорожного полотна. Для этого нужно составить перечень самых проблемных участков. А с апреля необходимо выйти на плановый ремонт дорог в регионе. Средства, предназначенные для дорожных фондов, уже перечислены в муниципальное образование. Объем дорожного фонда в этом году у нас, мы ожидаем, повыше, чем в прошлом году, значительно выше, если, конечно, не упадут доходы. То есть, пока плановый объем – это 3,5 миллиарда рублей. В прошлом году у нас было 2,5 миллиарда, по факту. Понимаете, да? И это говорит о том, что надо эффективно работать, во-первых, и качественно работать, во-вторых, и смотреть за количеством. Поэтому в апреле надо выходить на плановые работы. Что касается города Рязани, то я хотел бы обратить внимание на Южный промузел. Деньги уже в бюджете, деньги есть, и необходимо выходить и начинать работать по дороге, которая соединяет нефтезавод и Стенькина. Второе – это надо обратить внимание также на улицы, прилегающие к улице Черновицкой и саму Черновицкую улицу. Там тоже есть много проблем с состоянием дорожного полотна. И третье – это обратить внимание на улицы в районе станкозавода, кожзавода. Там часть дорог было приведено в порядок, а часть дорог находится в тяжелом состоянии. В последнее время губернатор Олег Ковалев в своих заявлениях нередко затрагивает тему развития туризма в Рязани. Это, конечно, дело хорошее, благородное, одна лишь поправочка. Куда туристу в незнакомом городе сходить в туалет? Наверняка многие рязанцы сталкивались с такой проблемой, и ничего постыдного в этом нет, такова наша природа. Центр города, улица Почтовая, историческое лицо Рязани, красота. А такого необходимого атрибута, как биотуалет, не наблюдаются. Под него тут и место не предусмотрено. Ну, вообще, туши свет с туалетами. Если про туалеты, то даже я гуляю в торговом городке тоже, но в любое время года. Людей очень много. По туалетам везде, вот все точки. Центральный рынок, продавцы ходят, дочь у меня напротив живет. В кусточке. Вот здесь памятник этого возле главпочта Евпатия Калаврата. Тоже в кусточке. Мальчики, девочки присаживаются где угодно. В центре города. О чем уже говорить по закоулкам. Ну да, надо как-то решать эту проблему. Не каждое кафе позволит любому прохожему заглянуть в ту самую комнату. Неудобно получается. Кафе не туалет, а Рязань туалет. К сожалению, у нас такой практики нет. Чтобы зайти в ресторан, это нужно обладать определенной смелостью. Тебя всегда могут выставить. Поэтому этот вопрос, в первую очередь, без капитальных затрат, можно решить таким образом. Проинструктировать кафе, рестораны. И вопрос решается. Ничего страшного. Вся Европа так действует. То есть идешь по городу, ну приспичило, бывает такое. Куда идти? Некуда. То есть приходится там бежать в какое-нибудь кафе, заказывать там чашку чая, чашку кофе, и все, и побежал там по своим делам. И то ты кофе не выпил, ничего, ты просто потратил деньги. Мне кажется, у Рязанской области существует огромный туристический потенциал. И я очень рад, что он активно развивается. И абсолютно уверен, что туристический поток в Рязанской области будет только расти. Я прежде всего сейчас обращаю внимание, в развитии туристической отрасли, обращаю внимание на создание комфортных условий. Это не только вот гостиницы, но и логистика. Это движение по маршрутам. Это места остановок, где, извините, даже туристы могли бы сходить в туалет, попить кофе, просто погулять с тем, чтобы продолжить движение дальше. Начинать нужно не столько со строительства гостиничных комплексов. Это, конечно, тоже необходимо, сколько с установки в городе биотуалетов. Все мы люди, и нужно понимать всю важность проблемы их отсутствия. Не только в городе, но и на второстепенных улицах. Иначе наш город перестанет быть городом, а банально превратиться в один большой клозет. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова